А ты никогда не думал, что я хочу жениться на кореянке? Нет. Нет? Я просто не собираюсь жениться. Я не собираюсь этого делать. Я посмотрела почти все новости, интервью с тобой. Ты пять лет назад точно ты сказал, что я хочу жениться. И я хочу родить детей. А почему ты так изменился? Где я такое сказал? Ты точно так сказал в каком-то интервью. Да? Да. Ну, я не знаю, где я мог такое сказать. Может, я пьяный был. Совсем не интересуешься даже отношениями? Нет. Ну, по крайней мере, на данный момент точно нет. О. Обычно в России жены меняют свою фамилию. Свою фамилию. Домпеню сону руку, да? Да. Ты будешь жениться на кореянке, 만약에, 정말 만약에 будешь ей говорить, что поменяй твою фамилию на Беляков? Нет, я не буду этого делать. Во-первых, в Корее так не делают. В Корее, когда женятся, да, то жена не берет фамилию мужа. Это раз. Во-вторых, ну, это глупо быть в Корее и брать фамилию Беляков. Поэтому быть кореянкой и иметь иностранную фамилию, это немножко странно, глупо, да и не надо совершенно. Я точно не знаю, но насколько я знаю, что и в России уже есть такая тенденция на то, чтобы жена не брала фамилию своего мужа. Я не знала, что в России такая тенденция. По-моему, да. Ну, я точно не уверен, но насколько я знаю, что, по-моему, есть такое в последнее время, что тенденция, тренд на то, что не меняют фамилию. Во-первых, это же очень много уходит усилий. Это же надо все документы менять. Да, это долго. Зачем это делать? Здесь, наверное, отдельно для русских подписчиков нужно пояснить вообще то, что ты сказала. Просто в Корее как-то странно немножечко стали популярными такие видео, которые корейские девушки-блогеры снимают, путешествуя по транссибирской железной дороге. И в поезде они там знакомятся с молодыми людьми, в том числе и с военными. И эти видео, они как-то прям вайрал стали в Корее. И поэтому, собственно, на этом основан вопрос. Как встретить таких молодых людей? Посмотрев такие видео, очень многие кореянки мечтают о военных красавчиков из России. Сибири, когда я живу, 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 я живу, как найти красавчика. Нужно ехать на этом поезде. Желательно, наверное, в плацкарт, который... Плацкарт? Самдын, да? Там же есть разные виды этих вагонов. То есть интын, интын, самдын. СВ, купе и плацкарт. СВ там только на двух человек, купе на четырех человек. И плацкарт это все вместе. Все открыто. Если я найду красавчика в поезде, в Северинг-Донетте, как с ней познакомиться? Подходи и спрашивай. Вы красавчик, можно с вами познакомиться? А ты красавчик, мы, видно, познакомиться. Очень хороший способ. Я думаю, все очень хорошо отреагируют на такую фразу. Сначала купить билет. Сначала купить билет для России. Прилететь в Россию. Во Владивосток. Во Владивостоке купить билет на поезд. До Москвы. Сесть на поезд и восемь дней ехать на поезде до Москвы. И уж там за восемь дней для красавчика что-то может произойти. Я улечу во Владивосток, сяду на поезд, найду красавчика, который захочет жениться на кореянке. Идеальная ситуация. Очень романтичная ситуация. Я надеюсь, что у всех, кто попробует эту ситуацию, все получится. А для мужской половины тех, кто сейчас смотрит наше видео, хотелось бы сказать, что почаще ездите на поездах, потому что вот видите, как кореянки стремятся собственно с вами познакомиться. Давайте сделаем транссибирскую железнодорожную магистраль романтическим таким местом, романтической меркой для встречи России и Кореи. Мы ждем. Мы ждем. Следующий вопрос. Когда я говорю, что я хочу встречаться с русскими парнями, тогда многие мне говорят, не стоит, потому что русские парни бьют девушек. Ну, например, мужья бьют жен. В России, правда, это серьезно. Так бьют жен. Ну, скажем так, это серьезная проблема. Нельзя, конечно, так говорить за всех сразу, что русские всегда бьют девушек. Конечно же, нельзя. Понятное дело, что существуют не самые хорошие люди, я не побоюсь этого слова, которые вообще считают возможным поднимать руку на кого-либо, и уж тем более на девушку. К сожалению, такой имидж есть, поскольку в целом и общем за пределами России конкретно о российской сильной половине человечества сложился такой имидж, что они очень такие мачо, сильные. И отсюда, собственно, есть такой немножечко имидж, что они вот очень агрессивные, в том числе и бьют свою вторую половину. Говорить о том, что все так делают, конечно же, понятное дело, нельзя, но есть, я надеюсь, крайне маленькая часть населения, которое так делает. Ни в коем случае, конечно же, я не могу сказать, что все русские всегда бьют своих жен. Проблема домашнего населения и есть в Корее, и в Корее тоже есть мужья плохие, которые бьют своих жен, поэтому на таких людей, такие люди везде. Чуть-чуть глупый вопрос. Какого цвета у твоих глаз? Они на самом деле немножко меняют цвет в зависимости от освещения. Вообще, они зеленые, но в зависимости от освещения они могут быть серые. Либо в ясный солнечный день они могут быть немножко голубыми. Ну, мне желтый. Нет, ну не желтый, это просто из-за того, что здесь немножко освещение искусственное, поэтому глаза могут казаться немножко зеленовато- желтыми такими. так как ты очень хорошо говоришь по-корейски, можешь дать совет тем, которые хотят выучить корейский язык, особенно во время коронавируса, не уезжая в Корею. совет, один учить. Усердно? Да, усердно учить, другого способа никакого нет. Но конкретно для носителей русского языка я бы посоветовал, конечно, побольше слушать корейский язык. Вот это очень важно, поскольку для русского человека на слух корейский очень тяжело воспринимать. В корейском языке очень много звуков, которых нет в русском языке, вот эти о-о, там н-н, вот эти вот все таль-таль-таль, вот эти вот. И для того, чтобы их уметь различать на слух, надо много слушать. Надо прям вот учиться распознавать эти звуки в речи, учиться понимать, какой звук произнесен. Вот для этого нужно много слушать. Обычно я всегда рекомендую, по крайней мере для начала, на первых стадиях, когда вы уже более-менее язык знаете, но у вас там еще небольшой запас слов и вы плохо слышите, смотреть корейские драмы, корейские сериалы. Потому что там, как правило, очень простой язык, очень разговорный, очень простой, там нет сложных слов, там нет сложной грамматики. Вот поэтому я всегда рекомендую слушать драмы. Не фильмы, а именно драмы, сериалы, потому что фильмы уже сложнее намного. Следующая ступень после драм это уже идут фильмы, потом после фильмов уже можно начинать смотреть новости и после новостей уже можно начинать смотреть корейские развлекательные передачи, так называемые Янын, поскольку это самый сложный уже момент для восприятия. Но, конечно же, основной акцент должен все-таки идти, как мне кажется, на слушание, на аудирование, поскольку тяжело слушать корейский язык. Это вот моя была ошибка. Я, поскольку изучал корейский язык в университете, и у нас в основном все уроки были именно книжки. Мы читаем текст, учим слова, делаем упражнения. Ну, все как обычно. И мы очень мало слушали. Да, а, это точно. Поэтому вот у меня всегда была проблема поначалу, что я очень плохо слышал. Вроде слово знаю, да, слово выучил, текст прочитал, но тот же самый текст не могу услышать. Тоже самая проблема со мной. Я тоже много-много училась, но русский язык я не понимаю, как это носители говорят. И для корейцев тоже очень важно, как именно корейцы, которые учат русский язык, именно слушать русский. Поскольку русский на слух тоже воспринимается не так, как он читается и пишется. И произношение сложное, и в целом то, как русские говорят по-другому, да, как в учебниках написано. Точно так же и корейский язык. Нужно много слушать в первую очередь. Ну и, понятное дело, учить грамматику, учить слова. Какие русские сериалы ты сможешь посоветовать нам? Я всегда своим студентам рекомендую сериал «Как я стал русским». А, интереснее сериал. Да, это очень хороший сериал. Мне он очень нравится по очень многим причинам. Он, во-первых, сам по себе интересный, смешной. Он действительно хорошо снят. Там очень хорошо обыграны все вот эти вот самые известные стереотипы о России. Там есть и водка, и медведи, и олигархи. Да, там все есть. То есть его и смотреть интересно. И там очень простой язык. То есть там самые такие бытовые ситуации, которые понятны, да, которые легко можно услышать. А для русских, которые звучат корейские, это корейские драмы. Да. Спасибо огромное за то, что пришел сегодня. Я задала тебе очень глупые вопросы. Надеюсь, ты не обиделся. Нет, вопросы были совершенно не глупые. Абсолютно хорошие, нормальные вопросы. Еще, ребята, у него есть свой YouTube-канал, называемый Тэган Росян, да? Да. У меня есть мой канал, который называется Тэган Росян. Ссылка, я думаю, будет внизу, да? В основном я все, что там делаю, это на корейском языке. Поэтому, если что-то кому-то интересно на корейском языке, приходите на этот канал. И также хотелось бы прорекламировать, да, есть такой аппликейшн, легальная помощь для всех проживающих в Южной Корее. На данный момент он доступен только для андроида, но с конца марта будет доступен и на айфоне. Внизу тоже мы сделаем ссылку. Бесплантно? Да, это абсолютно бесплатно. Там на русском языке перечислены все законы южнокорейские. Имеются примеры того, какие нужно куда подавать там заявления, формы заявлений, бланки, как вести себя в каких-то ситуациях, там, как правильно найти квартиру, как правильно заключить договор. Все телефонные контакты юристов южнокорейцев, которые говорят на русском языке и оказывают юридическую помощь нашим согражданам на русском языке. Поэтому, пожалуйста, обязательно подписывайтесь, скачивайте себе это приложение. Вот оно вам очень-очень сильно поможет. Что из вас дал? Это создал не я, но это создал мой друг, кореец. Он адвокат, он юрист. А, не знаю, Ку... Куминзок, да, Куминзок. Мне кажется, это будет очень полезно. Это очень на самом деле полезно, поскольку на данный момент никаких аналогов нет. Это единственный аппликейшн по законам Южной Кореи на русском языке, который вообще доступен. Подписывайтесь, поставьте лайки, оставьте комментарии. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. Пока.